Мы очень ждали выборов. Я думал, что может быть с изменением руководства области, когда пришел новый молодой грамотный Воробьев, которым избираться в этом году. Может быть при нем будут хоть в одном городе, в московском областном, честные выборы. Все наоборот. Опять грязь. Тысяча рублей за голос, за одного из кандидатов. Результат неплохой на самом деле для оппозиции. У Прохорова, по-моему, его кандидат занял второе место, 27% коммунистов чуть поменьше. То есть очень интересный результат. Отсюда напрашиваются два соображения по этому поводу. Во-первых, безусловно, надо переходить в двух туровую систему, чтобы был второй тур, и тогда победитель уже более легитимен будет, нежели тот, который сейчас. Вот они сейчас объявили, что он победил, выдвиженец от «Единой России», самовыдвиженец, тоже новую формулу придумали. Член партии, но самовыдвиженец. Это что? Значит, не верят в «Единой России» популярность жители области. А второе, напрашивается то, чтобы те кадры, которые мы видели, за то, что человек, получая тысячу рублей, голосует за того, кто ему заплодил, пора сажать. Надо выносить изменения в Уголовный кодекс, что это как получение взятки. И фактически так оно и есть. Не заплатили, чтобы я свое гражданское право продал каким-то проходимцам и проголосовал за того, кого они мне назвали, за кого заплатили. Это получение взятки. Поэтому это, безусловно, должно быть внесено в избирательное законодательство и в Уголовный кодекс Российской Федерации. Спасибо. Спасибо.